Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте тоже по связи. Насколько видно и слышно меня. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, и мы можем начинать. Хорошо, благодарю вас, значит, со связью все в порядке. И тогда сразу же давайте, пусть чат будет нашим рабочим инструментом. Достаточно, коллеги, все, я поняла, что у всех прекрасно со связью. И еще одна просьба, пока я начинаю рассказывать, напишите, пожалуйста, в чат. Вот кто заинтересован действительно в плодотворной работе, напишите, пожалуйста, свои вопросы по сегодняшней теме, на которые вы хотели бы получить ответ. А я постараюсь на них ответить в течение нашей беседы. Поэтому чем активнее будет наш чат, тем больше пользы вы получите от этой работы. Мы сегодня будем говорить о предметно-пространственной среде детского сада. Ну, я думаю, что это актуально, потому что знаю, что как раз в это время начинается проектирование групп на следующий год. Вы принимаете участие в аукционах, составляете техзадания. И все педагоги сталкиваются с проблемой, каким образом спроектировать предметно-пространственную среду, чтобы в ней было удобно работать, чтобы она была насыщена материалом для детей, и еще и подходила по требованию в ГОС, которые у нас тоже достаточно такие жесткие. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Мы будем рассматривать решения как обыкновенные, которые встречаются во всех группах. Ну и плюс к этому я приготовила несколько решений, которые я подсмотрела в детских садах, в дружественных, с которыми мы сотрудничаем. И это решения нестандартные, но тем не менее они очень-очень интересные и для детей, и для тех педагогов, которые в них работают, и об этом тоже с вами поговорим. И немножечко мы поговорим о том, как проектировать среду вашей группы, если у вас есть дети с ОВЗ, и прямо по различным направлениям работы с детьми ОВЗ будут некоторые рекомендации по проектированию среды. Ну что, начнем, я пока вопросы не вижу. Ага, только плюсики. Пишите, пожалуйста, вопросы. Ага, добрый день, Татьяна Сергеевна. Я буду вопросом очень-очень рада. Пока о том, что такое предметно-пространственная среда. Это система объектов вокруг ребенка, объектов деятельности ребенка, которая способна моделировать его развитие. И здесь очень важно, что эта среда физическая, вещественная, и то, что она вот с помощью таких простых физических предметов может каким-то образом подстегивать духовное и физическое развитие, развитие мышления ребенка, но для этого должны быть соблюдены определенные условия. Если мы задумаемся о том, какие функции накладываем на среду, то этих функций основных будет несколько. Прежде всего, функционал вот этой среды, начиная с младшего возраста, то есть когда ребенок совсем маленький, это создание у ребенка системы эталонов. То есть ребенок должен в этой среде получить как можно больше представлений о том, как устроен мир вокруг него и какие вокруг него бывают предметы. Причем представления эти не в словесной форме, потому что пока еще ребенок речью владеет плохо, а вот ручками, другими органами, на мечу, он владеет гораздо лучше. Поэтому вот эти представления, они должны, вот как мы психологи говорим, упасть на тело, то есть ребенок должен получить телесное представление о них, потрогав руками, увидев, попробовав на вкус, услышав, как гремит, и потом вот эти представления лягут в основу развития мышления. Совершенствование мышления от этапа к этапу – это тоже функция предметно-пространственной среды, поэтому в ней должны быть вещи, которые будут все время стимулировать ребенка на то, чтобы думать, обдумывать, сталкиваться с какими-то небольшими препятствиями, их преодолевать, и таким образом становиться смышленнее и умнее. Очень важно, особенно для дошкольников, это возможность двигательной активности, которую мы тоже должны заложить в пространственную среду группы, потому что группа заставлена стеллажами, с книгами, с прекрасными развивающими игрушками, но без пространства для того, чтобы побегать и попрыгать, будет очень неудобно для воспитателя, потому что дети все равно будут бегать, на то они и дети, но и будет очень некомфортно детям, потому что им постоянно придется встречать какие-то препятствия на пути своей двигательной активности. Следующая функция, тоже очень важная, это создание возможностей для наращивания практических компетенций. То есть ребенок не только должен узнать из книг, из картинок, какие-то очень важные для себя вещи, но он должен еще и научиться много чего делать. Это касается и продуктивной деятельности, это касается конструирования из различных материалов, это имитация труда взрослых людей, которые тоже обучают, это и какие-то компетенции уже в межличностном общении. Развитие творческих способностей. У ребенка в предметно-пространственной среде должно быть очень много материалов для того, чтобы он мог творить, потому что в творчестве дети тоже растут и вырастают очень быстро. Предметно-пространственная среда должна учитывать и то, что ребенок будет общаться, причем он будет общаться в разном формате. Это будет общение с воспитателем, со взрослым человеком, это будет общение с кругом друзей, например, в какой-то индивидуальной или малогрупповой деятельности, это будет общение со всем коллективом его групп, то есть это разные варианты общения, и для них должно быть тоже предусмотрено удобное место. Очень важно, если есть дети с проблемами в развитии, предусмотреть такой функционал предметно-пространственной среды, который поможет им компенсировать. Об этом тоже будем говорить. Ну и, конечно, для старшей подготовительной группы очень важно, чтобы в предметно-пространственной среде было то, что подготовит ребенка к школе и поможет ему затем в первом классе учиться очень удачно. Запрос. Дайте, пожалуйста, рекомендацию по формированию спокойной зоны в групповых комнатах. Спасибо. Ольга Кузьминична, я дам такие рекомендации. Юлия Сергеевна, на этот вопрос я не могу ответить. Вам ответят организаторы, скорее всего, в течение вебинара. Ну и теперь немножечко о принципах построения предметно-пространственной среды. Что мы должны учитывать, когда проектируем вот этот набор мебели, игрушек, игр, методических пособий, когда размещаем это все в пространстве группы. Первый принцип – это принцип дистанции и позиции при взаимодействии. Смотрите, например, когда педагог занимается с одним ребенком, каким образом ему удобно сидеть? Можно прямо в чате ответить, вот просто ваше мнение. Ребенок и педагог, индивидуальная деятельность. Что для этого нужно? Для того, чтобы было удобно. Для того, чтобы ребенок слушал, для того, чтобы он мог для себя что-то получить в этом занятии. Да, друг с другом. То есть здесь два варианта. Либо друг напротив друга за столом, где есть подход с двух сторон, либо рядышком сидят, когда внимание обращено, допустим, на лист бумаги, на котором ребенок что-то делает. И то, и другую ситуацию нужно предусмотреть. То есть когда будете расставлять столы, предусмотреть место, где вы будете заниматься с одним ребенком, ну и, например, с несколькими детьми. Ну и действительно принцип общения глаза в глаза, как только вы опускаетесь на уровень ребенка и садитесь так, чтобы ваши глаза и его глаза были на одном уровне, общение налаживается гораздо быстрее. Но опять-таки нужно, чтобы для вас это тоже было удобно. Следующий принцип – это принцип активности, самостоятельности и творчества. Как мы реализуем этот принцип? Таким образом, что большую часть предметов в пространственной среде ребенок мог самостоятельно взять. Что это значит? Это значит разнообразные стеллажи, выдвижные ящички, которые легко открываются, какие-то шкафы, куда ребенок может сам протянуть свою руку и достать то, что ему нужно. Ну и принцип активности и самостоятельности подразумевает, что дети в определенную часть дня, у всех это по-разному, в зависимости от того, каким образом вы организуете работу в группе, но тем не менее дети определенную часть дня могут провести в одном из центров, занимаясь какой-то деятельностью, которая им интересна в большей степени. Ну, например, можно, попросив разрешения у воспитателя, удалиться трем подружкам из-за студии и там очень спокойно заниматься рисованием. И нужно предусмотреть следующие вещи, что, во-первых, допустим, эти три подружки будут отделены каким-то образом от других, и у них будет создана вот такая камерная атмосфера, а с другой стороны вы наблюдать будете за всеми, то есть вы с любой точки группы будете видеть, что происходит у вас в центрах активности во всех, кто чем занимается, кто там что делает. Вот принцип стабильности и динамичности. Как он реализуется? Принцип стабильности – это значит, что большая часть вещей в группе, она должна оставаться неизменной на протяжении, ну, допустим, учебного года. Почему это нужно? Потому что для детей эта стабильность означает отсутствие тревоги, беспокойства и уверенность в том, что окружающая среда к нему дружественна и безопасна. Но в то же время в этой окружающей среде постоянно должно идти обновление, небольшое, 10-20 процентов. То есть постоянно вы приносите что-то новое, обсуждаете это с детьми, какие-то игрушки, допустим, уезжают в более младшую группу и так далее. То есть обновление некоторое есть. Принцип гибкого зонирования. Мы используем ту мебель, которая позволяет очень быстро и легко, не надрываясь, превратить, допустим, пространство из нескольких небольших центров в пространство для работы всей группой над одним проектом. Ну и наоборот, быстренько разделить группу на центры, в которые дети уйдут заниматься самостоятельными вещами. Вот. То есть когда мебель приобретаете, тоже об этом подумайте. Мебель очень хорошо, когда легкая, простая и хорошо может передвигаться, легко. Следующие принципы, которые мы учитываем. Принцип учета половых и возрастных различий детей. То есть смотрите, у нас в группе даже вот кроме возрастных различий могут быть дети разного уровня развития. То есть пусть они у вас все шестилетки или пятилетки, но поскольку сейчас у нас инклюзивное образование есть и вообще уровень детей, уровень развития детей, он становится резко полярным. У вас могут в одной группе оказаться, к примеру, дети, которые еще не знают цифры или только начинают учить, и несколько человек, которые уже оперируют сотнями, тысячами, миллионами, и учить другими цифрами им не интересно. Вот. И нужно устроить среду таким образом, чтобы те и другие дети получали для себя что-то важное. Что касается гендерных различий, то об этом чуть-чуть попозже скажу, каким образом, учитывая гендерные различия, устроить тоже игровую среду в группе. Принцип эстетической организации среды. Точно так же, как было с наполнением, с дизайном помещения, происходят те же самые вещи. Для ребенка очень приятно, спокойно и безопасно, если дизайн помещения не изменяется в целом, то есть, если это ровный, спокойный цвет стен, светлый. Но так же ребенку интересно, когда вот в этом привычном и безопасном дизайне все время меняются и появляются новые какие-то яркие детали. Ну и здесь на помощь вам придут плакатики разные, вырезные картинки, то, что называются вырубные плакаты. Много-много чего можно в группу принести. Ну и принцип индивидуальной комфортности, эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Почему мы выделяем не только эмоциональный комфорт ребенка, но и эмоциональный комфорт взрослого? Потому что вы в этой группе проводите большую часть своего времени вообще и огромную часть рабочего времени, и вам нужно устроить пространство таким образом, чтобы вам тоже было удобно, чтобы было рабочее место, чтобы мебель была не тяжелой, чтобы вы могли этим пространством управлять и не тратить свои физические и моральные силы на то, чтобы преодолевать какие-то неудобства. Поэтому обустраиваемся в пространстве своей группы тоже с максимальным удобством. Ну и принципы, которые прямо прописаны в ГОС, это принцип открытости и закрытости, то есть в каждой группе есть своя собственная среда, но она открыта для чего-то нового. Принцип безопасности и гигиеничности среды, я думаю, что вам об этом рассказывать не нужно, потому что с вас спрашивают очень строго по поводу санитарных сертификатов на игрушки, и, конечно, вы все это соблюдаете, но кроме того, игрушкам хорошо бы игрушкам проводить краш-тест, потому что много раз видела отгрызенные куски кубиков и острые осколки от матрешек, казалось бы, достаточно таких прочных игрушек, но и это не очень хорошо, потому что может привести к несчастным случаям. Вот, ну и требования ГОС, я думаю, что вы тоже с ними знакомы, поэтому с вашего разрешения пролесну, если они вам нужны, то вы сможете взять потом их из презентации. Пожалуй, из требований в ГОС остановлюсь подробно на такой вещи, как ориентировка на зону ближайшего развития. Что это такое? А это, собственно говоря, главный принцип развивающей среды, при котором она будет работать на развитии мышления, творческих способностей и других способностей наших детей. Что это такое? Предметы должны быть подобраны таким образом, что детям с ними справляться будет немножко трудно. То есть, есть, конечно, предметы, которыми они будут управлять самостоятельно, но должны быть предметы, учебные пособия и игрушки, с которыми детям придется немножко потрудиться, позвать на помощь взрослого, узнать какие-то новые сведения для того, чтобы научиться управлять, разбираться с этой игрушкой или управлять этим предметом. Ну и я знаю, что ваши коллеги комплектуют предметно-пространственную развивающую среду очень интересными вещами, которые, на первый взгляд, для детских садов не предназначены. И таким образом в группах появляются карты звездного неба, модели солнечной системы, модели Луны и Земли, различные приборы и наборы для опытов, естественно, безопасные, и много чего еще. И вплоть до таблицы Менделеева, таблицы английских слов и так далее. Что получается? Дети, развиваясь в такой группе, так или иначе, подходят и начинают интересоваться, что это такое. И вот когда ребенок интересуется, педагог очень спокойно объясняет, что это такое, понятным языком. Ребенок может быть не заострить на этом внимание, но потом, когда он пойдет в школу и увидит то же самое, допустим, таблицу Менделеева на химии, это для него не будет уже новостью, а будет вполне даже знакомым предметом, который он знает давным-давно. И таким образом ребенок ко всему новому уже будет готов. Ну и естественно, что то, что немножко трудно и интересно, стимулирует познавательную активность детей. Поэтому сегодня тоже будем говорить о определенных центрах, которые могут простимулировать ваших детей на какую-то познавательную активность. Хотя, казалось бы, с первого взгляда это не дело для детского сада. Требования к игровому материалу. Когда будете набирать игрушки, обратите внимание, что у вас в группе, в вот этой самой пространственной среде, должны быть игрушки трех видов. И плохо, если какой-то из этих видов вдруг исчезнет. Первый вид – это готовые игрушки. Естественно, мы их покупаем. Это модельки домов, автомобилей, это куклы, это изображения животных. Они все нам, конечно, нужны. И они должны быть, потому что они знакомят детей с тем миром предметов, которые вокруг есть. Второй вид – это полуготовые игрушки, которые нужно каким-то образом собрать, чтобы получить нечто целое. Это различные мозаики, кубики разборные, разборные модели. Это конструкторы. И они хороши тем, что ставят перед детьми какую-то задачу, которую ребенок должен решить. Здесь нужна и дисциплина, и усидчивость, и логика мышления. Поэтому эти предметы тоже должны быть для того, чтобы формировать вот такие вот качества ребенка. То есть очень важные для человека качества, такие как умение ставить цели, к этой цели приходить. И третий вид – это игрушки-материалы, которые тоже должны быть. То есть это игрушки и какие-то вещества, которые послужат один раз. Это дерево, бумага, фантики, различный картон, обрезки тканей, может быть какой-то природный материал, из которого дети будут творить свои маленькие шедевры. И обязательно нужно, чтобы у детей был доступ к этим материалам, чтобы они могли ими пользоваться, очень спокойно и в любом количестве брать, сколько им нужно, и создавать свои прекрасные работы. Ну и еще несколько слов о детских книгах, потому что очень часто книжки, когда набирают группу, то набирают просто с полочек подряд, не очень-то заглядывая вовнутрь, в то, что в книжке написано. Самое главное правило – чем меньше ребенок, тем большее изображение должно быть приближено к действительности. Вот как вам кажется, вот здесь два прекрасных розовых поросеночка. Для ребенка младшей группы подойдет тот, что справа или тот, что слева? Ага, у нас мнения разделились. Слева, 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 слева. Да, действительно, у нас очень часто художники, которые иллюстрируют детские книжки, они грешат вот таким вот образом. Они считают, что если они сделают иллюстрации, похожие на детский рисунок, то для ребенка это будет здорово. То есть он узнает как бы свои родные рисунки и будет счастлив. Но у детских книжек есть другая функция. То есть они точно так же, как игрушки, знакомят ребенка с тем, что он будет видеть в окружающей жизни. Если ребенок увидит поросенка, насмотревшись на картинку, которая справа, то вполне возможно, живого-то поросенка он и не узнает. А поросеночек, который слева, да, естественный, невыдуманный, он как раз дает прекрасное представление о том, как выглядит живой настоящий поросенок, и у ребенка складывается правильный образ. Образы вот такие вот абстрактные, графические, их уже можно давать детям ближе к 5-6 годам. То есть чем младше ребенок, тем естественнее должна быть картинка. Ну и очень часто в детских книжках встречаются вот такие чудесные ляпы. Потому что детские книжки создают разные авторы. И на самом деле, честно говоря, очень мало хороших авторов, которые пишут прекрасные стихи для детей или нужные сказки. И, к сожалению, к моему большому сожалению, очень много авторов, которые пишут детские книжки с совершенно другими целями. Ну вот полюбуйтесь, например, на следы волка вот такие. И не хочется встретиться, честно говоря, с этим волком даже в зоопарке. Но и вот здесь просто загадка. Здесь текст, конечно, мелкий, но я вам его прочитаю. Картинку видно, и вы сможете узнать, конечно же, вы догадаетесь, какой тут ляп. Тише, тише. Сейчас. Спите, спите, детки, на еловой ветке. Тронет ветер нашу ель, закачает колыбель, а задует твой весь дух колыбель над землю бух. Вот такие вот стихи и иллюстрированы. Да, да, да. Татьяна Викторовна, совершенно верно. Это еловая ветка. По поводу этики я тоже промолчу, потому что после такой колыбельной вряд ли ребенок уснет даже в родной кроватке. Ну, еловая ветка, конечно, очень радует. Поэтому, когда книжки выбираете, чуть-чуть заглядывайте внутрь, что там волк, вероятно, оборотень. Да, похоже. Похоже очень, что волк – это оборотень. Вот. Обращайте внимание на то, что написано внутри, какие иллюстрации, но чтобы избежать того, что в ваших группах появились вот такие чудесные книжки. Зонирование пространства группы. Очень много задач у нас поставлено перед группой, и не всегда легко это сделать. Ну, вот вариант зонирования, который я нашла. Не обязательно вы можете его повторять с высокой точностью в вашей группе. Я просто хотела обратить внимание на некоторые принципы, которые вот в этой модели соблюдены очень хорошо. Ну, а, собственно говоря, я уже очень много рассказала, и сейчас вы, наверное, сами можете сказать, вот что хорошего в таком зонировании, вот с точки зрения вас, как педагога, который в такой группе бы работал. Так, плохая слышимость. Давайте слышимость еще раз проверим. У меня, потому что уровень показывает достаточно высокий. Кому хорошо меня слышно, поставьте плюсик, кому плохо, поставьте минус. Плюсики. Все, видимо, это ваша локальная проблема, плохая слышимость, потому что у остальных все в порядке. Хорошо, благодарю вас. Тогда еще раз повторяю вопрос, что хорошего вот в этом зонировании, что удобного. Смотрите, здесь у нас есть двигательная зона, есть две спокойные зоны, то есть по задумке проектировщиков, это зоны, в которых есть несколько столиков. Да, есть учебная зона, где есть некое подобие учебного класса, то есть столики, доска, либо магнитная, либо маркерная для педагога, и где-то здесь стол педагога расположен. Перетекаемость зон. Да, посмотрите, в любом... Сейчас указочку возьму. Так. Вот где бы вы не находились, и где бы не находились ваши дети, все очень хорошо видно из любого угла. Учебная зона отлично выделенная. Да, двигательная зона большая, и целых две спокойные зоны, для того, чтобы дети могли заниматься своей любимой деятельностью, и не мешать друг другу. Да, совершенно верно, то есть здесь у нас соблюдены все условия. Есть и видимость, есть и вариативность, то есть все эти стеллажики можно переставлять. есть и возможность позаниматься всей группой, или по подгруппам, или с самыми различными занятиями по выбору детей. То есть все довольно удобно, и все зоны, которые нам нужны, здесь представлены. Для познавательной активности, видимо, математика и родная речь, творческая активность, тут же рядышком, двигательная активность, большая-большая зона, исследовательская активность в другом месте, чтобы не перекрещивалась с математикой и ИЗО, и большое количество места для игры. Здесь, видимо, и стойки для сюжетно-ролевых игр, и много чего еще. Обязательно ли в групповой комнате размещать стол для педагога? Елена Сергеевна, вам должно быть удобно. Если вам удобно, что стол для педагога в другом месте, делайте его в другом месте. То есть одно из важных условий, вам должно быть удобно работать в этой группе. Вы можете сделать уже, как хотите. Вот такой пример зонирования. И еще интересный пример, который сейчас очень часто применяют в детских садах, это зонирование вертикальное с помощью подиумов. Посмотрите, какая замечательная вещь. Подиумы, они как бы пространство группы расширяют, но чуть ли не в два раза, потому что мы здесь видим отдельную игровую зону в виде корабля. Ее же можно использовать, как уголок отдыха, к примеру. А под этой игровой зоной мы видим огромное количество ящичков, в которых можно убрать разнообразные мелочи, допустим, конструкторы, инструменты для творческой деятельности, тетрадки, альбомы, много чего еще. Таким образом, мы пространство группы очень хорошо увеличиваем. И был у нас в начале вебинара вопрос о том, как организовать уголок уединения. Давайте я сейчас отвечу на этот вопрос, потому что про уголок уединения слайдов больше не будет. Так, указочку уберу. Вот. Каким образом делает уголок уединения? С помощью шермочек. Вот этот вариант чем хорош? Тем, что он тоже многофункциональный. Если шермочки у нас открыты, то вот эта зона превращается в театральную сцену. И на ней можно разыгрывать спектакли. А если шермочки закрыты, то туда очень хорошо прятаться. Как раз уголок философии получается просто замечательный. Вот. Что касается еще зон для уединения из тех вариантов, которые я видела и которые мне нравятся, это хороший вариант такой, как палатка, поставленная прямо в группе. Ну, вот самый такой простой и дешевый. Причем, когда вот эта зона уединения создается, с детьми обговариваются правила о том, что в этом месте может находиться только один ребенок, вот тот, кто первый занял это место. И другие в это место могут зайти только с его разрешением. Если он говорит нет, то это значит нет, и никто туда зайти не может, в том числе и воспитатель. Вот. Это правила, которые дадут ребенку возможность чувствовать себя в этой зоне комфортно и безопасно. Из других вариантов, которые я еще видела, это небольшой деревянный домик. И в одной из групп я видела такой мягкий цилиндр, куда дети залезали. И внутри этого мягкого цилиндра тоже было хорошо, уютно и спокойно. И он в какой-то степени имитировал мамины объятия. То есть это тоже на чисто телесном уровне ощущение спокойствия и безопасности. Вот. Ну и учитывая современные тенденции, это последнее, что я могу сказать по теории. Дальше будем смотреть уже за практику, каким образом это сделать. Учитываем современные тенденции, которые все больше и больше входят в нашу жизнь. Это мультифункциональность, когда один и тот же материал можно использовать в разных игровых зонах и для детей с разным уровнем развития. Но вот про разные игровые зоны, это про то, что мы все чаще занимаемся с детьми исследовательской деятельностью или какой-то проектной деятельностью. И таким образом на одном столе могут быть собраны несколько видов конструктора, кукла, цветок в горшке. И еще понадобятся тут же карандаши, краски, например, для того, чтобы создать план нового города или новой страны. Сколько времени может находиться в уголке уединения? В принципе, столько, сколько ему нужно. Либо, если там детки подзадерживаются очень часто и надолго, то вы с ними обговариваете определенное время. Но это тоже должно быть обговорено и все стороны должны принять эти правила и уже по этим правилам вы будете работать. Да, еще один вариант уголка уединения. Если все хорошо с помещениями, то иногда делают такой классный вариант, как комната психологической разгрузки или сенсорная комната, где есть фонтаны с строящимися пузырьками, пузырьковые колонны, световые колонны, приятная музыка, темнота, либо фонарики, либо что-то еще. Ну, это, конечно, вариант самый классный и очень хорошо, что он в детских садах уже появляется и довольно-таки часто. То есть, можно обговорить с детьми, что в уголок уединения, в комнату уединения можно уйти, естественно, с разрешения воспитателя. Вот, по современным тенденциям продолжаю. Значит, мультифункциональность это правило, когда любой материал можно использовать в другой зоне. Но здесь обязательное правило, железное правило, которое вы вводите для детей, после того, как работа окончена, материал и игрушки, игры должны вернуться на место. Это правило, опять-таки, принимают все вместе и стараются выполнять, потому что один день без этого правила превратят вашу группу в хаос, в кошмар, в котором нелегко будет разбраться ни вам, ни вашим детям. Групповое помещение приспособлено для разной работы, потому что мы работаем по подгруппам, индивидуально и со всеми. Еще одна тенденция, как я обещала, про гендерные границы в игровой зоне. Вот здесь чисто на территориальном плане хорошо бы сделать так, чтобы действительно гендерных границ не было, потому что сейчас у нас тенденция такая, что дети любого пола могут попробовать для себя разные занятия, то есть сделать нужно возможность для того, например, чтобы мальчики могли поработать в зоне кафе и попробовать себя, ну, на самом деле, может быть, звучит не очень привычно, но с другой стороны, если посмотреть на крупные рестораны, то обычно лучшие повара это мужчины, как и странно. Точно так же, как и мужчины занимаются модой, шитьем одежды и другими профессиями, которые считаются женскими изначально. Поэтому вдруг у вас в группе есть будущий прекрасный шеф-повар чудесного ресторана, а вы ему не дадите возможность поработать на кукольной кухне. Будет обидно. Вот, то есть доступ для всех детей должен быть открыт во все центры сюжетно-ролевых игр. Девочки пробуют конструирование, мальчики пробуют кухню, дом, что-то еще на себя, примеряют на себя вот эти роли и потом уже делают абсолютно добровольный выбор без каких-то жестких гендерных стереотипов, что мне нравится, а что нет. Ну, и подбор для работы в зоне ближайшего развития, я об этом уже и рассказала. Какие же элементы пространственно-развивающей среды мы должны предусмотреть? Основные это центры математического развития, но самое главное на мой взгляд зона, центр развития речи и с ним рядышком где-то библиотека с книжками, центр творчества, центр конструирования, центр для знакомства с окружающим миром, большое пространство для сюжетно-ролевых игр, пространство для физической активности и уголок уединения. Вот это основные зоны, которые у нас есть, но каким образом распоряжаются в реальных детских садах, сейчас давайте мы с вами посмотрим. Начнем с самого главного центра математического развития. Очень важный центр, потому что сюда обычно попадают и сенсорные талоны разнообразные, здесь у нас есть и измерительные приборы, здесь и счетный материал, здесь все, что касается цифр и математических знаков. Что нам нужно? Цифровые математические представления, игрушки и модели для того, чтобы поразличать форму, размер предметов, посравнивать по величине, вещи для ориентировки пространства, то есть какие-то измерительные даже приборы и те игрушки, игры и обычные бытовые предметы, которые дадут ребенку возможность получить представление о времени. Специально не называю группу, учитывая то, что у нас сейчас есть инклюзивные группы, и вполне возможно, что вот такие простые пособия вам придется докупать и подготовишкам, если там есть дети, к примеру, ЗПР, легкая умственная отсталость, ДЦП и так далее. Очень хорошее пособие это блоки Диениша. Вот кто пользуется, поставьте плюсик, пожалуйста, а кто не пользовался, тот минус, поставьте. Есть у вас такая игрушка или нет. Плюсики замечательные, то есть можно не тратить время и не расписывать достоинства этого набора. Отмечу только, что это очень хороший набор не только для того, чтобы освоить цвет, форму и размер предметов, но и для того, чтобы познакомить детей, к примеру, старшей и подготовительной группе с такими понятиями, как работа с таблицами, потому что это очень легко сделать с блоками Диениша и есть специальные таблицы к блокам Диениша альбомы для подготовительных групп. На этом же материале вы можете показать детям работу с большими объемами данных, ну то есть, например, выделить только красные предметы, выделить только треугольники и так далее, но и точно так же с блоками Диениша можно заниматься уже первыми ступенями информатики, выстраивая с помощью вот этих игрушек алгоритмы, то есть, это замечательное пособие, которое вы купите для младшей группы, оно останется с вами вплоть до подготовительной и будет очень хорошо работать. Палочки Кьюзинера тоже у всех есть, потому что это пособие многофункциональное, я сегодня как раз то, что показываю, это пособие многофункциональное, то есть, из одной коробочки с материалом можно вытянуть очень много смыслов и очень много полезностей. Вот и здесь, в этой маленькой коробочке мы можем познакомить детей с цветом, длиной, понятием числового значения, тут же мы можем показать состав числа, предыдущее, следующее число, принципы сложения и вычитания, даже принципы умножения, если несколько коробочек таких взять, но и состав числа и сложение и вычитания в пределах 20, на этом пособии тоже можно делать и показывать. То есть, опять-таки, покупайте для младшей группы, допустим, на каждого ребенка закупаете и палочки с вами живут до подготовительной группы, в каждой группе выполняя свою определенную роль. Если есть возможность, может быть, родители поспонсируют или вдруг вам достанется грант какой-нибудь денежный, обратите, пожалуйста, внимание на игры Никитинах, потому что для современного мира, в котором вашим детям так или иначе придется встретиться с 3D-моделированием, с программированием, это очень хорошее подспорье. Вот сложи узор, это двухмерная игрушка, чем она еще хороша, тем, что есть альбом, а в альбоме расписаны задания, начиная от простейшего до трудных. То есть, пользуясь этой коробочкой, каждый из ваших воспитанников, вне зависимости от его уровня развития, может интересно очень общаться и делать свои задания. Ну, а у Никуб это выход в трехмерность, то есть, здесь задание точно так же с элементами постоянного усложнения, и это задание на моделирование трехмерной фигуры. Игры Воскобовича тоже вы знаете, используете, в этом наборе очень много достоинств, это и легкость освоения, опять-таки, многофункциональность и доступность для всех возрастов. Точно так же вы можете добавить в уголок математического развития и измерительные приборы. Причем, смотрите, это же вещи многофункциональные, то есть, допустим, коробка с измерительными приборами у вас может кочевать из центра для экспериментов в центр для математики и пожить и там, и там, то есть, если мы говорим о математическом развитии, то здесь мы говорим о шкале, говорим о делениях, о цифрах, о отрицательных и положительных числах, даже можно рассказать, и дети это поймут, а в центре для экспериментирования мы говорим о разных средах, о жидкой среде, о воздушной, что чем меряют, говорим о длине, о времени и так далее, то есть, они поработают и там, и там. Математические пособия системы Монте-Сори тоже очень классная вещь, потому что они настроены на то, чтобы сформировать у детей точные сенсорные талоны и не только длина, ширина, высота, как мы привыкли, и форма, и цвет, но еще и толщина, глубина, вес, теплоемкость, оттенки цвета и так далее, то есть, если вы набираете пособия Монте-Сори базовые, то вы очень хорошо можете с детьми заниматься на развлечении, делать занятия на развлечении свойств предметов, не только по параметрам, по трем параметрам, как мы привыкли, но и по гораздо большим числам параметров. Обязательно мы добавляем игрушки для знакомства с цифрами и математическими действиями, это счетный материал разнообразный, и магнитные цифры, магнитные символы, либо какие-то деревянные цифры и символы, и хорошо бы, чтобы их можно было еще обводить ручкой и карандашом. Ну и вот теперь универсальное решение, напишите, пожалуйста, единичку в чат, у кого есть уже такая замечательная вещь в группах, напишите единичку. Почему она хороша? Я сразу же честно скажу, что эта коробочка, о, хорошо, что есть, здорово. Эта коробочка достаточно недешевая, но опять-таки, она хороша тем, что один раз вы ее приобретете, и вам не нужно будет приобретать огромное количество разнообразных вещей, потому что в этой коробочке в принципе есть все, что нужно для уроков математики. То есть, там есть счетный материал, есть геометрические фигуры, все, которые нам нужны, причем счетный материал есть и объемный, и плоскостной. Точно так же там есть пособие для сравнения по величине, цвету и размеру, есть описание игр для детей, и чем еще удобна вот эта коробочка, тем, что к ней есть наборы упражнений для детей, написанные на карточке. То есть, есть карточки, да, и речь плюс тоже я расскажу, Наталья Александровна. На карточке написаны наборы упражнений, и вы можете детям просто раздать карточку, и ребенок в состоянии самостоятельно заниматься вот по такому набору. Чем еще хорошо, что вы можете заниматься с этим набором с детьми разного уровня развития. То есть, допустим, одни дети у вас считают, пересчитывают материал, а другие уже берут коробочку, которая помогает им освоить состав числа в пределах 20, и занимаются с этой коробочкой. Чем еще хорошо, тем, что здесь есть в наборе математические тетради, их можно еще заказать отдельно для каждого ребенка, и есть диагностические материалы, и методическое пособие для педагога, то есть, все в одном месте, все очень удобно, и достаточно хорошая работа по математике получается с этой коробочкой. То есть, одна-две коробочки вам не нужно будет закупать в принципе больше ничего для того, чтобы вести занятия по математике. Центр развития речи. Так, одну секундочку. Прошу прощения за заминку, мне нужно подключить питание. Все, полный порядок. Центр развития речи. Здесь в зависимости от индивидуальных условий могут быть несколько уголков, которые работают на развитии речи. И это не только центр с буквами, но еще и возможен театр, например, речевой уголок, логопедический уголок, и много чего еще интересного. Поскольку развитие речи это ключевой навык, то оформляем этот центр довольно тщательно. И здесь очень важно, что в каждой возрастной группе у речевого центра есть свои задачи, и мы, когда подбираем материал, ориентируемся на то, чтобы эти задачи выполнялись. То есть для младшей группы, когда мы развиваем речевой слух, речевую активность и обогащаем словарь, то в речевом центре у нас поселяются разные фигурки животных, овощей, фруктов, домики, люди и так далее, которые дети будут называть. И очень много разных звучащих предметов для того, чтобы дети просто натренировали слух на развлечение разных звуков. Это будет основа вашего уголка. 3-4 года, когда мы добавляем к задачам развития речевого дыхания правильность звуковосприятия и умение формулировать высказывания и вопрос, естественно, речевой центр дополняется какими-то логопедическими книжками и тетрадями и огромным количеством игрушек, ну, например, там, где нужно провести классификацию, там, где нужно задать вопрос по картинке и так далее. Когда вы получите презентацию, вы можете эту табличку себе забрать и по ней ориентироваться, когда вы закупаете материал для речевого центра. то есть, в младшей и средней группе что у вас попадает в этот центр? Пирамидки, книжки с объемными картинками, шнуровки для развития мелкой моторики, звучащие игрушки и игры для развития речевого дыхания, предметы и картинки для обогащения словаря, а в старшей подготовительной группе вы дополняете этот набор детскими книжками, потому что детки уже читают дидактическими играми разнообразными, настольным театром, детская типография может быть использована, трафареты букв, обязательно магнитная азбука или кубики с буквами, потому что мы уже учим буквы. Вот примеры дидактических игр, которые можно взять, ну, например, четвертый лишний, например, противоположности, на заведнем словом, лото различное с картинками, доминошки с буквами и картинками или такие вот игры, как состав предложения, к примеру. Ну и обязательно материалы для знакомства с буквами, их несколько, вот азбука Жукова всеми любимая, потому что она сочетает в себе магнитную досочку и мешочек с магнитными буквами и при этом очень легко складывается и занимает немного места, что тоже в наших группах очень важно. И опять-таки есть универсальное решение, в котором есть все, то есть там есть материалы для слушания, для знакомства с буквами, для овладения чтением и письмом и устной речью, диалогической, монологической. Это речевое развитие в детском саду, опять-таки коробочка, в которой есть игры, игрушки, методика для педагога, рабочие тетрадки для детей и диагностические материалы, по которым очень удобно смотреть, как продвигаются ваши воспитанники. Можно дополнить настольным театром, особенно в логопедических группах. Работа в настольном театре помогает детям овладеть речью, устной речью, прежде всего, в игровом виде, когда вот это обучение речи не вызывает отторжения, потому что они играют, а играть дети любят, но всем изо всех сил. И очень интересный вариант, который я видела в городе Первоуральск, Светловской области, это детский пресс-центр и редакция газеты. Вот таким образом был оформлен речевой центр. То есть там, конечно, была основа, как во всех речевых центрах, но плюс к этому была небольшая зона для того, чтобы брать интервью, записывать это интервью на звукозаписывающее устройство, и была небольшая типография, в которой дети печатали с помощью вот такого набора детской типографии, дети печатали настоящие газеты, журналы, объявления и билеты. Вот детская типография хороша тем, что опять-таки можно работать с детками от 3 до 7 лет. Она состоит из таких деревянных штампиков, букв и знаков припинания, которые с помощью пазов можно собирать в определенное слово или даже словосочетание, и это слово отпечатывать огромное количество раз. Таким образом можно создать целую партию журналов или партию билетов для того, чтобы оформить детский спектакль. То есть обычная подушечка с краской, туда наливают даже гуашь самую безопасную, и такой набор типографии очень хорошо стимулирует детей на то, чтобы научиться читать и писать печатными буквами. К типографии прилагается тетрадка, тетрадки можно купить на всех детей, и таким образом с помощью вот этого набора тетрадок проводить еще и занятия по обучению грамоте. Но вернемся к детскому пресс-центру. Что еще он дает кроме обучения грамоте? Смотрите, прежде всего тренировка красивой, грамотной, правильной речи, потому что когда ребенок оказывается в условном телевизоре, он моментально понимает, что говорить красиво и грамотно не очень-то легко, и начинает подтягивать свои умения. И здесь очень хорошо зайдут ваши рассказы и о культуре речи, о том, как нужно начинать речь, как обращаться, как себя держать, чтобы собеседнику было приятно, и много-много других интересных вещей. но когда дети выходят уже как корреспонденты начинают брать интервью, допустим, у врача, у повара, где-то на экскурсии, где они бывают, то они приобретают незабываемый опыт общения с незнакомыми людьми, и потом уже они меньше стесняются, меньше боятся и выглядят гораздо более уверенными. Уголок творчества совсем немножечко скажу о нем. Самые главные принципы используем как можно больше разных материалов, инструментов и фактур. Благо сейчас выбор есть. Сейчас у нас есть и разнообразная гуашь, разные акварельки, мягкое тесто, мелкие разные фломастеры, фломастеры, в которые можно дуть, акриловые краски, много чего еще. Точно так же фактуры у нас появляются различные кисточки, штампики, валики, которыми можно создавать разные прекрасные узоры. Второй принцип это удобное расположение материалов. Так, сейчас вернусь, не очень сильно тут видно. То есть вы придумываете сами принцип, по которому будете располагать материалы. Может быть это будет по фактуре, то есть карандаши в отдельном стаканчике, фломастеры в отдельном стаканчике, тут лежат краски, тут бумага, которую можно брать. Может быть это будет как-то расположено по цветам, если детям так удобно. То есть принцип какой-то должен быть. Свободный доступ ко всем материалам с 3 лет, потому что до 3 лет еще могут съесть краску и погрызть карандаши. И обязательно должно быть место для выставки детских работ, потому что для детей это очень важно. Не только то, что они создают какую-то красивую вещь, а то, что они могут показать родителям, другим ребятам и получить свою заслуженную похвалу. Ну и главное правило это привести все в порядок после работы, то есть добивайтесь, чтобы дети научились и выполняли это правило неукоснительно, отсутствие критики и сравнения и еще очень важное правило работа другого человека неприкосновенна, даже если это огурец из пластилина. То есть вы честно договариваетесь с детьми, когда они лепят из пластилина, договариваетесь, что вы эти фигурки потом обратно превратите в кусочек пластилина, но это должно быть честно, то есть ребенок должен знать, что с его изделием. Ну и конечно, сейчас есть материалы, конечно, они не очень дешевые, но иногда ими можно пользоваться для каких-то парадных работ, когда допустим пластика она застывает и получается в результате лепки пластмассовая фигурка, которая естественно уже более долговечна. Верните пожалуйста слайд, который перед этим, вот он, посмотрите, здесь как раз есть выставка детских работ и как раз расположение очень удобное, здесь все видно, здесь есть и образцы творчества взрослых людей, есть и книжечки, есть и разнообразные краски. Детский исследовательский центр, очень классно звучит, на самом деле это центр для работы с окружающим миром, для изучения окружающего мира. Что здесь может быть? Вот здесь уже педагоги разворачиваются во всю ширь и добавляют в этот центр оборудование для лабораторий, благо сейчас есть детские наборы, карты мира, глобусы, микроскопы, телескопы, наборы для опытов и тетради обязательно для фиксации результатов либо дневники наблюдений, в которых дети будут зарисовать либо записывать то, что у них получилось в результате опытов. Что можно исследовать и какие исследования проводить? Свойства материалов, сравнение по весу, объеме, форме, знакомство с системой мер, можно для продвинутых, что называется, магнетизм и электричество попробовать, если хотите попробовать, вот такая книжечка вам в помощь, книжка так и называется, магнетизм и электричество это опыты для детского сада. И свойства цвета, света, имея несколько линз, к примеру, или лупу, можно исследовать и свойства света тоже. Здесь я пролесну, поскольку время меня поджимает, это описание опытов очень красивых для детей и ссылочка на источник, где этих опытов много, вы их посмотрите сами, когда получите презентацию. Еще одно новшество, которое у нас появляется в группах и слава Богу, что появляется, это мокрая комната. Это комната, где дети могут поиграть с водой. Иногда мокрую комнату совмещают с рукомойничками, с умывальной комнатой. То есть, туда ставятся емкости с водой, разнообразные кружки, ложки для переливания, пищевые красители, мерные стаканчики, то есть, все, чем можно поиграть с водой. Но и коли у вас дети будут играть в этой мокрой комнате, тогда обязательно нужно предусмотреть еще один комплект одежды, потому что никакие кожаные фарточки, клеенчатые фарточки не спасут ваших воспитанников от воды. Но оно того стоит. Потому что в мокрой комнате можно проводить самые разнообразные занятия, которые помогут ребенку и сделать более ловкими ручки, и понять, что такое мера объема на жидкости, что такое температура жидкости, что такое тяжелые и легкие предметы и много-много чего еще. Если не получается мокрая комната, тогда иногда предусматривают сухие бассейны. Да, не все родители оценят мокрую комнату, тогда, возможно, это будут сухие бассейны, то есть, контейнеры, в которые вы насыпаете разный сыпучий материал. Ну, например, рис, фасоль, песочек, что-нибудь еще. Это как аналог мокрой комнаты и суть у них та же. Это экспериментирование с разными средами, разными материалами, плюс развитие ловкости и мелкой моторики рук. Еще один интересный вариант, это тоже из Первоуральска, детская биостанция. Здесь мы уже выходим из пространства группы на участок около детского сада и почему бы здесь не организовать, например, грядки, на которых летом дети будут наблюдать, как из зернышка вырастает настоящее большое растение или красивый цветок. То есть, здесь можно проводить разные опыты с семенами, развивать навыки ухода за растениями и животными, можно, если есть возможность, даже сделать еще и метеостанцию. Ну, и кроме того, открытый воздух это тоже развивающая среда для наших детей, поэтому здесь можно разместить и вот эти опыты я видела, например, военный лагерь с палатками или стоянку археологов, то есть, это большая яма с песком, в которой почему-то каким-то волшебным образом иногда попадают кости мамонта, старинные черепки и другие интересные предметы, которые дети изучают и исследуют. Многофункциональная спортивная площадка, вот летом, когда жарко, на участке может быть и площадка для игры с водой, ну или метеостанция, как я уже сказала, то есть, небольшой участок, где дети будут наблюдать за погодой и записывать свои наблюдения. Ох, во времени у нас уже много, уважаемые организаторы, 5 минут еще дадите, очень хочется рассказать про оборудование детей с отклонениями в развитии. Конечно, хорошо, тогда немножко про оборудование для разных групп детей. Если у вас детки с ДЦП есть, либо с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то здесь очень важно, чтобы в группах было очень удобно, поэтому мы применяем различные перила по ручне, иногда даже самостоятельно сделанные папами. И если дети с тяжелыми формами ДЦП, то есть специальная мебель, вот как здесь на рисунке показано, которую тоже можно приобрести, за такой мебелью детям удобно, во-первых, а во-вторых, очень безопасно, потому что тут нет шанса упасть и повредить себе чего-нибудь еще. Ну и кроме мебели обязательно предусмотрите, что таким вашим воспитанникам понадобится добрать сенсорные ощущения, которые они не добрали в результате своей болезни, поэтому здесь мокрые комнаты, бассейны сухие с разной крупой или песочком, здесь сухой бассейн, который для них спасителен, световые столы для рисования песком, то есть все, что поможет таким деткам развить двигательные навыки и мелкую моторику. Если у вас логопедическая группа, вот это в целом, потому что оборудование логопедической группы это отдельная большая тема, но логопедическую группу добавляем в следующий центр, это центр сенсорного развития, потому что опять-таки это тот навык, который у детей проседает, у детей с логопедическими нарушениями, туда помещаем огромное количество звучащих игрушек, музыкальных инструментов с разными тембрами, материалы с разной фактурой, различные записи, которые ребенок может послушать, и очень важно обратить внимание на то, что в этом центре должны быть не только слуховые ощущения, но и разные другие, то есть и зрительные, и контактные на кожу, и запахи, и звуки, все, 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 что можно, потому что мозг ребенка устроен таким образом, что недостаток от них впечатлений может быть компенсированы за счет других, и мы как раз эту возможность ему можем предоставить. Центр развития мелкой моторики, это очень важно, и как раз здесь шнуровки, обводки, трафареты, пазлы, различные мозаики, пальчиковые бассейны, мелкие конструкторы типа лего, и много чего еще. ну и центр развития устной речи, поскольку вам придется много очень заниматься устной речью, то он должен тоже быть отдельным, и он должен быть очень интересным, чтобы дети не утомлялись, и вот здесь идеально театральный уголок. Наталья Ивановна, сейчас одну минутку я вам отвечу. Оборудование группы для детей с раз, как раз с аутистами, смотрите, для аутистов очень важно, чтобы была возможность прежде всего разгрузить свою нервную систему, то есть здесь у вас уголок уединения должен быть обязательно. Дальше вы добавляете оборудование, которое позволяет почувствовать границы своего тела. Есть такие специальные тяжелые коврики и тяжелые одеяла, вот их приобретают, если детки с раз в группе есть, то есть вы укладываете ребенка, укрываете этим тяжелым одеялом, и он чувствует себя комфортно, потому что чувствует границы своего тела. Точно так же различные тоннели, трубы, в которые можно поползать, в которых можно поползать, и опять-таки почувствовать границы, различные массажеры, вот в эту группу игрушек, игр обязательно нужно, вот эту группу нужно насытить максимально. Дальше, что вам понадобится, это зона для индивидуальных занятий с обедненной средой, вот мы все боремся за обогащение окружающей среды, а если детки с раз в группе есть, тогда нужен уголок обедненный, то есть там, где не будет ничего, кроме столика, двух стульев, и той игрушки или игры, вокруг которой строятся занятия, потому что детки с раз, а у них не фильтруется внимание, и они обращают внимание сразу на все, они не могут выделить какой-то центральный предмет из фона, поэтому в обогащенной среде они очень устают, им тяжело, тем более заниматься с ними в обогащенной среде будет невозможно. И можно предусмотреть таблички с рисунками и указателями, потому что такие детки на зрительные впечатления они воспринимают лучше, чем слуховые. Чем больше у вас вот этих меток, которые позволяют разграничить игровое пространство, допустим, группу, спальню, чем больше у вас каких-то опорных картинок, допустим, про режим дня, про какие-то понятия, тем ребенку будет легче. Ну и естественно оборудование для развивающих занятий в соответствии с той стратегией, которую вы берете за основу, то есть если это ЭБИА-терапия, то вы ну там в принципе ничего не нужно, как раз нужна именно объединенная среда, чтобы заниматься ЭБИА-терапией, может быть вы приобретете карточки ПЭКС, может быть у вас есть какой-то прибор для биологической обратной связи в детском саду, может быть это прибор ТОМАТИС, то есть здесь уже выстраивая стратегию вместе с врачом, наблюдающим этого ребенка и с психологом, вы выбираете какие развивающие игры, игрушки вы закупаете в эту группу. Ну и при организации инклюзивной группы помните пожалуйста про нормативы наполнения, чтобы не перегрузиться самим и не перегрузить детей, то есть нормативы есть и в группах с инклюзивным образованием количество детей будет меньше, чем в обычных группах, тоже об этом пожалуйста помните. вот, вот теперь я сказала все, что хотела, ну и осталось выслушать ваши вопросы, если они, осталось ответить на них и закончить нашу беседу. Пишите пожалуйста вопросы, на которые я не ответила во время вебинара, я постараюсь ответить. спасибо вам, надеюсь, что помогла, скачивайте презентацию, составляйте ваши техзадания для аукционов, пусть ваши группы будут светлыми, насыщенными, прекрасными, ну и я жду вас на последующих вебинарах, потому что с вами очень хорошо и приятно общаться. Если вопросов нет, тогда благодарю вас и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok